В Саранске прошло торжественное собрание, посвященное Дню Сотрудника Следственных Органов России. К профессиональному празднику было приурочено открытие нового здания, где теперь будут располагаться подразделения этой структуры. Подробнее Евгений Волков. Новое здание Следственного Управления СКР по республике располагается на улице Васенко возле Мордовия Стата. На нескольких этажах разместились комнаты хранения вещдоков и конференц-зал, комбинаристическая лаборатория и тир, множество других служебных помещений. Общая площадь составила свыше 3000 квадратных метров. В прежнем здании следователям для работы было отведено место в пять раз меньше. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Владимир Волков поздравил сотрудников Следственного Управления с новосельем и пожелал им в дальнейшем продолжить также добросовестно исполнять свои служебные обязанности. Владимиру Волкову продемонстрировали спецтехнику, с которой следователи выезжают на места совершения преступлений. Георадар, приборы для поиска скрытых камер и радиоэлектронных устройств – источники экспертного света. Лидеру региона также показали кабинет дежурного следователя. Там есть возможность оперативно соединиться по видеосвязи с Москвой и принимать заявителей, в том числе маломобильные группы населения. Затем местом действия стал Государственный национальный театр. Там прошло торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника следственных органов России. Жители Мордовии знают, что в Следственном комитете служатся как властные юристы, настоящие профессионалы, готовые оказать помощь в любую минуту. Сформирован сплощенный коллектив, способный решать задачи в любой сложности. Сегодня мы открыли новое здание Следственного комитета Мордовии. По-моему, это лучший подарок вашему профессиональному празднику. За шесть месяцев этого года в Республиканском управлении СКР завершено расследование 347 уголовных дел. Значительно увеличилось раскрытие преступлений прошлых лет. Продолжается борьба с коррупцией и экономическими правонарушениями. Почти три десятка дел подтверждают это, считает Владимир Волков. Нужно выделить особое внимание в соблюдении прав граждан на получение мер социальной поддержки, стабильного зарплаты, защите прав детей и социально-исследовательных населения, обеспечению целевого распорывания бюджетным средством. Особо подчеркну, от того, как Следственный комитет делает свою работу, во многом зависит отношение людей к власти. Владимир Волков вручил отличившимся сотрудникам государственные награды. Затем к следователям обращались по очереди руководители различных властных структур. В завершении со сцены своих подчиненных поздравил их непосредственный начальник Эдуард Новаковский. Пользуясь случаем, хочу выразить особую признательность руководителям всех правоохранительных судебных органов, органам государственной власти и местного самоуправления за постоянное взаимодействие, стабильные и уважительные взаимоотношения, направленные на совместную борьбу с преступностью, на защиту прав граждан. Также мне хотелось бы выставить слова признательности руководству Следственного комитета России, руководству Республики Мордовия и городского округа Саранск за тестороннюю поддержку по формированию материально-технической базы Следственного управления по Республике. Эдуард Новаковский вручил отличившимся сотрудникам ведомственные награды и заверил, что ценит их непростой труд и верность присяге. Евгений Волков, Александр Данилов, Сергей Бебинов. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова